Голосовый интерфейс 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 Мощность 25. Выполняю. То есть вот она может так выполнять, допустим, 25. Ну, допустим, 50. Есть. Или, допустим, мощность 75. Вот проблема как раз-таки вот и заключается от этого голосового управления, что если вы говорите и потом сразу же даете команду, то она может не определить. Нужно делать небольшую паузу между фразами и потом уже говорить. 75. Выполняю. О, видите? То есть или вот так вот. Полный ход. Мощность 100. Пожалуйста. Стоп. Вот. Здесь вот есть проблемка. Я не знаю, как пока заменить. Ну, можно сказать, остановка. Остановись. Есть. Почему-то она бывает определяет как стоп, как 100. То есть, ну, непонятно. Есть у нее какой-то такой тоже рассинхрон. Опять же, голосовой вот этот определитель. Не идеальный. К примеру, можно, опять же, переключать разнообразные функции. Например, шасси. Шасси. Так точно. О. Наверное, тихо сказал. Убери шасси. Принято. Ковш. Ковш. Так точно. Закрой ковш. Выполняю. И рот тоже закрой. Что там у нас еще есть? А, свет. Освещение включено. Пожалуйста. Выключи свет. Освещение выключено. Потом, что такое по базовому... А, опять же, переключение режимов. Допустим, режим ускорения. Есть. Это не то ускорение, которое я хотел сделать. Это другое ускорение. Мне нужно было... Режим ускорения. Есть. Стоп. Ноль. Мощность ноль. Вот почему? Вот ноль отлично работает. А вот стоп почему-то не хочет команда работать. Видели, справа получается, она изменила распределение энергии. Допустим, боевой режим. Боевой режим. Энергия на орудии. А, кстати, в боевом режиме она автоматически сразу переводит и на режим боевого интерфейса. То есть есть, допустим, исследовательский режим. Режим исследования. А есть боевой режим. Боевой. То есть она сразу переводит энергию... Ну, это, по крайней мере, я забил вот такое вот количество энергии. То есть когда полностью на пушке, меньше на двигателе и два в системы идёт. Допустим, она может сразу доставать орудия. То есть, скажем так, открывать гнёзда. Например. Пушки. 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 К бою готова. А, пушки уже до статы. Убери пушки. Выполняю. Я понял. То есть гнёзда уже были выпущены. Поэтому... Она теперь... Гнёзда выпускаются. Нет, она не гнёзда выпускается. Она в программе просто глюканула. Она считала их, как будто бы они уже выпущены были. Всё, я понял. Теперь вот... Убери пушки. Выполняю. Я потом покажу, как ещё в программе менять эти переменные, чтобы вы видели. То есть она, видите, у неё в программе стояло, как будто бы пушки уже активны. А они были на самом деле ещё не активны. То есть, или вот сейчас расскажу. Пушки. Пушки. Орудие! Так точно. Тупая пизда. Ну, это уже слишком. Я обиделась. Активирую самоуничтожение корабля. Не. Не активируешь. Ха, шутка. Вы видели, что она сделала? Вот как раз-таки и показала небольшой глюк. Фишка в чём? По поводу вот этих вот функций. Она сейчас вот так немножко так типа пошутила. Это, ну, такая мелочь. Но, самая фишка, ну, это опять же тоже можно запрограммировать, можно вообще это не говорить. Она реагирует на некоторые оскорбления, типа, тупая. Сейчас вообще отключусь. Ну, вот типа такого. Ну, вот когда ты говоришь тупая пизда. Тупая пизда. Ну, это уже слишком. Я обиделась. Активирую самоуничтожение корабля. То есть она сразу переходит в окно самоуничтожения корабля. Ха, шутка. Ну, тут она типа пошутила, поэтому не будет этого делать, потому что как-то не очень хочется из-за какого-то простого, случайно вырвавшегося слова потерять когапль. Поэтому это чисто так, такой рофил небольшой. Но, по крайней мере, вот в чём фишка как раз-таки этих комбинаций. Допустим, ночное видение. Можно его, допустим, поставить на клавишу просто, а можно, как я сказал, сделать так голосом. И она будет автоматически включать его вот в этом окне. В окне корабля. Вот сюда спускаться. Вот сюда вот ночное видение включать. Но, как я и сказал, есть небольшой минус. Потому что, если вы используете такие функции, то у вас всегда должно быть на вот этом окне. То есть вот это окно должно быть всегда на начале. И, в принципе, это касается других окон, о которых я тоже потом расскажу. То есть, как вы понимаете, она использует определённый алгоритм клавиш. И, если, к примеру, алгоритм стоит не на том месте, к примеру, вот здесь где-то, то есть и вы говорите «Ночное видение», то она выполнит его относительно того окна, в котором он сейчас находится. Ибо игра автоматически не переводится в стартовое окно. Поэтому вам всегда нужно вот это окно держать вот в этой позиции, чтобы выполнять какие-то голосовые команды, связанные с этим окном. С этим окном, по-моему, тут только вот как раз-таки команда «Ночного видения» я только, наверное, использую. Больше, наверное, тут ничего нету. Поэтому только для «Ночного видения» я её использую. Но самое главное потом, когда вы это используете, допустим, настраиваете огневые эти, или тут модули какие-то смотрите, или в снаряжение заходите, самое главное просто перейти наверх, вот в левое окошко вот это, и остаться здесь. И тогда можно спокойно... «Ночное видение». И она спокойно его сама отключит. Достаточно быстро, и не надо париться со всеми этими включениями, надо вспоминать кучу клавиш. То же самое касается, к примеру, какого-нибудь окна типа «Транзакции». «Открываю». Видите, опять не стояло на нужной позиции у нас окно, и надо переводить просто в окно навигации постоянно. Просто, ну, я думаю, вы со временем привыкнете. Просто говорите «Транзакции». «Открываю». Оп, и она сразу открывает транзакции. Тут, допустим, полистали, полистали, вернули обратно, и вернулись в навигацию сами. К примеру. «Контакты». Видите, то же самое, можно открыть «Контакты». Но если вы вот так вот уйдёте, то, как видите, она уже всё. То есть в следующий раз такую функцию она воспользоваться не сможет. Поэтому постоянно нужно возвращаться. Вот такие небольшие нюансы. Так, разобрали... Так что вот, разобрались немножко по скорости, по переключению режимом, некоторым функциям дополнительным. Разумеется, все полные команды вы сможете посмотреть именно в самой программе. Но ещё хочу показать одну полезную программу, которую мы используем. Но для начала мне нужно долететь до какой-нибудь станции. Так что давайте это сделаем. Она также может открывать и карты галактики. Закрыть. Кстати, команда «Закрыть» — это она отвечает практически за всё, что угодно. Допустим, ну, открываем вот здесь единицу. Закрыть. Она, как бы, эта клавиша привязана к этому... Бэкспейсу. То есть, ну, это просто клавиша, как бы, бэкспейс, и всё. Она может работать в любом окне, абсолютно. К примеру, карта системы. Карта системы. Так, не понял. Карта системы. Карта системы открыта. О. Назад. Ну, вот так вот. Назад отлично. Вообще, вообще шикарно работает функция. Просто вот назад она выходит просто шикарно. Как отстреливает. Ладно. Давайте откроем карты галактики. Так, вот она открыла карту галактики. Надо прилететь на какую-нибудь систему, в которой есть у нас какая-нибудь станция, чтобы можно было как раз таки... Ну, я думаю, здесь, наверное, что-нибудь есть. Я пока долечу туда, а вы, ребят, подождите. Кстати, да, зачем ждать? Можно ещё показать функцию, которую она выполняет. К примеру, режим как раз таки вот этой гиперскорости. То есть, вы можете переходить в гиперскорость с помощью цири. Кстати, ладно, ладно, хорошо, давайте сначала обойдёмся с этим, а потом я расскажу ещё про саму цири. Я так и не назвал с самого начала. Блин, надо было сказать самое важное. Цири! Кто ты? Я церебральный информационный регулировочный интерфейс. Сокращённо цири. Моя цель это обеспечение и поддержание стабильности всех систем корабля. А также принятие на себя частичного управления кораблём. Вот. Вот это надо было в самом начале вставить, а я лох. Лоханулся. Ну ладно, неважно. Вот в чём фишка. Переходим мы сейчас в гиперкрейсерский режим. У неё есть неплохая функция. То есть, если вы голосом, мало ли, включили. Свет. Освещение включено. Шасси. Шасси. Так точно. Ковш. Ковш открыт. Ну, допустим, ещё пушки. Орудия. К бою готовы. А, они и так готовы к пушке. Вот, допустим, как вы знаете, то есть в гиперкрейсерский режим не перейти, когда у вас что-то из этого открыто. Разумеется, данная, скажем так, система при идеальных условиях, то есть если у вас все переменные назначены правильно, об этом я расскажу как раз-таки чуть-чуть подальше, можно спокойно переходить в гиперкрейсерский режим, не опасаясь за... Зо, блядь. За все вот эти системы. Например, гиперскорость. То есть она автоматически всё убирает, если у вас правильно всё выставлено, и может спокойно переходить в гиперкрейсер. Разумеется, потом просто прыжок. Прыжок. И она будет сейчас заряжать его и отправиться. Почему она так со временем делает? Потому что иногда, ну, вы стоите на месте, допустим, остановились, просто направились на цель, говорите, прыжок. Первые буквально там 2-3 секунды она разгоняется до максимально, то есть, ну, поднимает ускорение. То есть вы не думайте, что она сейчас тупанула. Нет, это просто у неё стояла функция на ещё ускорение. Есть. Вот, видите, она ещё раз её включила, потому что я назвал. Итак, вот мы прилетели к станции. Остановись. Остановись. Так точно. Есть ещё дополнительные функции, которые мне нравятся и которые она выполняет, а это именно запрос на стыковку. Сейчас вот я скажу. Опять же, мы должны находиться вот в этом в левом окне. Заброси стыковку. И запрашиваю разрешение. То есть она автоматически это делает, не надо всё это открывать. И даже может автоматически включать режим парковки. Но это в том случае, если у вас установлен на корабле модуль парковки, так как это боевой корабль, он мне не нужен. Но если у вас модуль парковки установлен, он вот здесь вот будет в определённой позиции. И она автоматически его тоже включит. Да, по-моему, вот здесь он будет находиться. Помощь в полёте. То есть вы ей говорите, к примеру, бери управление. Произвожу стыковку. Вот, и она туда вниз уходит. Но так как здесь никакого у нас системы нету, приходится стыковаться вручную. Ну, она просто его будет активировать. Или там будете говорить, отключи стык... Ой, отключи автопилот. И она будет отключать этот автопилот сама. Ну, а пока мы вот парканёмся. И я дальше уже расскажу о самой программе. Шасси. Шасси. Стоп. Стоп. Шасси. Шасси. Сука, конченая. Почему ты, блядь, не определяешь? Они же выключены. Шасси. Шасси. Выпусти шасси. Посадка. Сука, конченая, блядь. Как ты меня бесишь. Что за херня? Посадка. Наконец-таки, блядь, спасибо. Итак, а теперь самое главное. Как же установить данный интерфейс? Как его настроить? И, мало ли, вдруг вы захотите ещё что-нибудь здесь поподелать. Как вообще работать с этой программой? Итак, данная программа у нас называется Lightis. Ссылку на неё, разумеется, оставлю в описании. Здесь просто соглашаетесь со всеми условиями и загружаете. Покупать не обязательно. Она бесплатная, без рекламы абсолютно. То есть, ну, разработчик, я так понимаю, распространяет её на абсолютно добровольных условиях. Но она, конечно, и не совсем многофункциональна. То есть, она во многом случае вырезана. Вообще, я видел другие типы голосового управления, которые раньше люди использовали для Elite Dangerous и для других игр. К примеру, такие как Vox Commander. Но я пытался его установить, и по какой-то причине он отказывается адекватно воспринимать команды. А здесь программа, ну, отлично воспринимает все голосовые, скажем так, данные. И при этом я проверил их ещё там на парочке человек. Вне, разумеется, видосика. То есть, и всё, оно прекрасно работало, определяло все команды. Прекрасно работает, претензий к приложению нет. Кроме одного, я так и не понял, почему моя вот эта комбинация не видна в общем доступе. То есть, я не могу почему-то найти, вот если вот здесь я ввожу Elite Dangerous. То есть, вот видите, здесь есть некоторые сборки от людей. Вот они показываются. Моя же сборка есть, вот она, ниже, типа, публикации пользователей. Но по какой-то причине эта публикация не выкидывается сюда. То есть, на неё не даётся ссылка на скачку. Может она появится со временем, может ей нужна какое-то время на обработку. Но если вы хотите скачать это сейчас и пользоваться в данный момент, есть небольшой лайфхак. Я нашёл с одним из подписчиков. Спасибо вам большое за помощь. Потому что, ну, я вручную это сделать не мог. Потому что, так как я уже нахожусь на своём аккаунте. Но, по крайней мере, мы нашли вот такой простой способ. То есть, вы качаете себе это приложение. Можете регистрироваться на нём, зайти. Там будет регистрация, без разницы. И дальше вы качаете два архива, которые вам понадобятся для, соответственно, этого приложения. Первый архив, это... Вот здесь вот он находится. Это Lytis. Его вам нужно скинуть будет по вот такому пути. То есть, заходите на диск C себе. Пользователи. Ну, допустим, у вас своё имя здесь какое-то. Аппликация onData. Для тех, кто не в курсе, аппликация onData это скрытая папка. То есть, заходите, допустим, в вид. Параметры изменения. Параметр папок. Здесь вид. И показывает скрытые файлы папки. Применяете. Окей. Ну, извините, порнуху вы не сможете прятать за то. Но зато вы сможете видеть папку аппликация onData. Заходите в Local. Здесь Lytis. И в этот Lytis скидываете данные из вот этого архива. То есть, здесь в этом архиве находятся вот как раз таки вот эти файлики. Вы их просто заменяете. И у вас будет программа... Да ёпт. И у вас уже будет программа, скажем так, от моего имени. То есть, она будет от моего профиля. Ну, мне без разницы, в принципе. Все мной пользоваться здесь нечем. Но при этом она будет у вас сразу. Вам не нужно будет вручную её забивать. Конечно, если вы, ну, вдруг найдёте. Вдруг она появится когда-нибудь здесь в свободном доступе. Тогда можете просто скачать и делать это под своим профилем. Ну, а по крайней мере, вот такой вот способ есть для того, чтобы получить все вот эти комбинации. Потому что, смотрите, тут очень много всего. Я забил. Потому что для того, чтобы всё вот это вот работало в игре, на самом деле, вот небольшое количество функций. Вот такие, кажется, простенькие. Там надо открыть транзакции или что-нибудь ещё. На это, скажем так, пришлось потратить очень много времени, чтобы вот это всё создать. Чтобы опоздать, чтобы вот это вот всё систематизировать, чтобы оно нормально работало. Разумеется, это весь набор комбинаций клавиш. То есть, вот как видите, допустим, вот какую-нибудь комбинацию, допустим, вот карта галактики. Вот это вот, это именно название комбинации. То есть, если вы скажете, карта галактики, игра активирует. То есть, здесь не надо как-то своим голосом это записывать. Вы можете вот открыть, допустим, и добить какие-нибудь дополнительные комбинации, допустим, карта. Карта Или там, не знаю Атлас, что угодно Можете добивать, и оно будет работать Сейчас я вот включу его, потому что я в настройках Специально отключил Поставил, точнее, запись только при нажатии Потому что во время сейчас записи Она все мои слова фиксирует Потому что, ну, это программа для записи голоса Поэтому сейчас вот включу ненадолго Вот видите, они снизу побежали Мои слова все вот эти Она начинает все это считывать И записывать, что вот я говорю Вообще эта программа для записи текста очень удобна Как видите, она более-менее адекватна Записывать весь текст И если вам, к примеру, впадло Записывать текст своим друзьям вконтакте И голос, ой, ручками Вы можете записывать это голосом Так что, вот, к примеру, вот можете заметить Вот если я сейчас скажу Атлас Атлас Вот видите, он показался типа уху Типа программа его услышала Допустим Карта галактики Оп Карта То есть вот он каждую эту программу, значит, определил Вот таким вот способом можно это все делать Чтобы удалить, разумеется Просто вот на крестик здесь нажимаете Теперь самое главное Давайте разберемся с функционалом самой программы Если вы захотите, к примеру, какую-то функцию добавить сами Сейчас вот давайте перейдем куда-нибудь Допустим, вопрос состояния корабля Сейчас вот это я все позакрываю Чтоб оно не мешало Такую большую эту не создавало И простенько разберемся на функционале программы Самолично Добавляем команду Здесь вы добавляете, что вы хотите сделать Допустим, вы хотите, чтобы она Открывала Ну, выпускала шасси Не открывала, а выпускала шасси То есть Пишите здесь шасси Ну, понятно, эта программа у меня уже есть Мы ее просто удалим Но, по крайней мере, я покажу вам, как это все работает То есть Пишите здесь шасси Набор каких-то программ Она показывает, что типа такая программа уже Такая комбинация клавиш уже есть Но это плевать Дальше вы создаете некоторые действия Условия, например, благодаря чему это будет происходить Условия у вас, понятно, уже известны То есть Когда у вас будет срабатывать фраза шасси То у вас будет активироваться что-то Что-то вот здесь Будет происходить Например Вот эти вот функции отвечают за всякие если То есть, допустим, если активна программа То есть, допустим, если запущена программа То есть, если вы, к примеру, берете Ставить эту комбинацию То у вас будет это все работать только тогда Когда у вас будет запущена Elite Dangerous Разумеется, здесь, наверное, я ее сейчас не могу поставить Потому что Elite Dangerous не запущена Но здесь просто выбираете вот Elite Dangerous 64XE То есть, она у вас будет То есть, вот здесь вы можете увидеть Такая похожая комбинация Видите, вот здесь вот есть Активация, допустим, Elite Dangerous 64XE То есть, у вас такая вот штука там будет И эти комбинации будут у вас работать Только когда у вас открыта элитка Я, в принципе, постарался сделать это на всех Может быть, я где-то пропустил Но я старался делать на всех программах Чтобы у вас эти функции не работали тогда Когда у вас просто, допустим, вы сидите в интернете Значит, что мы делаем? Допустим, вот здесь вы поставили Только если работает программа Дальше, допустим, тоже можно поставить Если закрыт веб-сайт Открыт веб-сайт Это, допустим, если вы делаете для каких-то других Заебало Заебет нахуй Ладно, неважно Допустим, если вы делаете для каких-то других функций Вы можете делать здесь все, что угодно Там открытие веб-сайт Есть открыт веб-сайт Если на сайте что-то выделено И так далее Очень дальше понадобится такая хорошая штука Как блок случайного действия Блок случайного действия отвечает за Рандомную функцию Которая будет выполнена Из ниже представленных То есть, допустим, дальше вы вводите К примеру, как делал я То есть, я дальше вставлял Произношение звука какого-то То есть, какой-то, допустим Вот, как я говорил Голосовые команды Которые, ну, моя сестра Милостиво, так сказать Соизволила записать Допустим, вот мощный столь поставим Но это без разницы Просто любую И так же самое Вот вы вводите Точнее, не блок случайного действия Дальше вы вводите Любое количество Допустим, что-то есть И, допустим, сказать То есть, программа может Сама сказать что-то Допустим, там, ну Напишите ей Спасибо То есть, вы можете Сами голосом не записывать Вы можете это сделать Компьютерным интеллектом Ну, понимаете То есть, допустим Вот я вот уберу И здесь поставим Что-нибудь плохо Давайте введем тест Чтоб это было, типа, просто Тестовое Обращение Допустим И уберем вот эту вот штуку Просто вот блок случайного действия Спасибо Или введем Сказать Пожалуйста О, забыл Теперь, допустим, еще Не надо, допустим Ну, образно Вот такие вот Функции введем Вот эта вот галочка Отвечает за Полное произведение звука То есть Допустим Если вы еще после этого Допустим Давайте поставим конец То есть Это значит Окончание блока То есть Все, что у вас идет От начала этого комбинации До конца То вот рандомно Одно из вот этих действий Будет выполнено Если же вы после этого Еще пытаетесь Выполнить какую-то команду Допустим Как в игре Вы пытаетесь Выпустить шасси Образно И вам еще нужно Нажать какую-то клавиш То есть Вы используете Допустим Нажать сочетание клавиш Вот здесь вот такая Вот есть функция То есть Нажать сочетание клавиш Прицелить курсор То есть можно тут много чего делать На самом деле Но я использую только Именно нажать сочетание клавиш Так как нам по факту Нужен макрос И эту комбинацию Вы будете использовать Очень часто Допустим Вы выставляете там Много действий подряд Тыц 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 И пытаетесь делать Но советую Использовать Такую штуку Как длинное нажатие Длинное нажатие Почему-то работает Гораздо лучше Чем просто нажать Вот Не знаю Почему Но так вот оно работает И допустим Вы нажимаете Комбинации клавиш Допустим Какую-нибудь там Вот забита на шасси На какой-нибудь там H И Вводите ее И она будет Нажимать эту клавишу Когда Вы будете Произносить Шасси Допустим Проверим Тест А Я забыл Через кого Тест Не надо Вот видите Он Рандомно Воспроизведел Блять Сука Воспроизвел Функцию Не надо То есть Если я еще раз скажу Он может рандомно Воспроизведет Какую-нибудь другую Тест Спасибо Вот видите Другую функцию Воспроизвел И Вот так вот Вы можете Забивать Разнообразные функции Допустим Если вы хотите В игре Чтобы вот Как я показывал Интерфейс программы Автоматически Перемещался По окнам Здесь уже Нужно делать Разумеется Комбинацию Из разных Нажатий Клавиш Допустим Там вниз Вправо В зависимости От того Какие у вас Настройки Настроены На компьютере Но я еще Вам дополнительно Скину Настройки Именно Мои В игре Чтобы вам Не пришлось Перенастраивать Все управление Под себя Потому что Если вы все-таки Хотите играть На своем управлении Тогда придется Уже Заходить В каждую Вот эту Комбинацию И переназначать Вот все клавиши Которые здесь есть Переназначать На вот эти Вот допустим Нажать Такую-то клавишу Это уже все Придется Переназначать Тогда для себя Если же Вы хотите Играть на своем управлении Да Немножко надо Пострадать Будет Побегать По командам И Ну если вы Помните Все команды Которые у вас Работают Вы просто Будете автоматически Это все Вводить Сюда То есть Ну разберетесь Либо Как я и сказал Я просто вам Скину Настройки Своей игры Вы просто В папку Скинете Их Замените И у вас В игре Просто Будут Именно Мои настройки Управления Так ладно Что-то я отвлекся С этими настройками Возвращаемся Обратно К такой штуке Как Макрос Когда вы Состаете Макрос Иногда Нужно Учитывать Паузу Между Нажатием Клавиш Потому что Если Просто Понатыкать Кучу Комбинаций Типа Действия Клавиш Ввода То есть Понатыкать Чтобы она Вводила Постоянно Разные клавиши Допустим Какие-нибудь Разные Тэц 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 Вот так Какую-нибудь Комбинацию Клавиш Делала Она может Сделать ее Настолько Быстро Что игра Просто банально Не успеет Сообразить В таком Случае Нужно Добавлять Еще небольшие Паузы Между Нажатиями То есть Вы используете Вот такое Добавить Полезное Действие И здесь Такая функция Как Подождать То есть Вы используете Подождать И Ставите Допустим Всего лишь Обычно 10 миллисекунд Я ставил Вполне Хватает В крайнем случае Можно поставить 20 То есть 10-20 Миллисекунд Это вообще Кровищное Время Нажатия Между Клавишами Но По грамме Будет гораздо Проще Передвигаться По каким-то Окнам Которые К примеру Долго Открываются Ну Тут В принципе Разобрались Не совсем Сложные Функции Вот Есть еще Одна Особенность О которой Я говорил О том Что Игра Сама Определяет Какую Функцию Она Включила Или Какую Функцию Она Не Включила Но Это Только В том Случай Если У вас Соответственно Все Голосовые Команды Точнее Все Комбинации Которые Вы Делаете В игре Допустим Открыть Ковш Выпустить Оружие Включить Свет И так далее Если Оно У вас Говорится Именно Голосом Если Вы Это Говорите То Тогда У вас Забиваются Разнообразные Переменные То есть Допустим Вот Есть Переменная Карго Карго Это у нас Отвечает За Ковш То есть Если Она 0 То При Том Когда Вы Скажете Ковш Она Его Активирует Если У вас Ковш Уже Был Активирован Но При Этом Карго Было 0 То есть В игре У вас Ковш Был Активирован А в Программе Здесь Карго Стоял 0 То Если Вы Скажете Закрыть Ковш Она Его Не Закроет Потому Что Программа Считает Что Он Уже Закрыт Вам Нужно Иногда Внимательно Следить За Этими Показателями Вот Это Так Называем Переменные Чтобы У вас Свет Оружие Ковш Шасси Это Просто Активация Программы На это Можете Не обращать Внимание Это Чисто Так Я Для Себя Делал Потом Мало Ли Вдруг Что Добавить Либо Режим Исследования Либо Тихий Ход Чтобы У вас Все Совпадало С Игрой Допустим Вот Я Объясню Вам Разно По-моему Где-то Здесь Должно Быть Ну Допустим Пушки Просто Пушки Банально Как Видите Эта Программа Нажимает Ну Открывает Пушки То есть На клавишу У Если Значение Переменной Оружия Вот Вэпон Равно Ноль Когда Оно Ноль То есть В программе Она Нажимает Клавишу У И меняет Это Назначение На Единицу Теперь В том Случа Если У вас Уже Пушки Скажем Так Открыты Она Их Вновь Ну Не Активирует То есть Если Вы будете Говорять Пушки 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 У вас Уже Пушки Открыты Программа Уже Определяет Что У вас Пушки В игре Открыты И Они Будут Если Вы Захотите Убрать Пушки Вы Просто Говорите Команду Убрать Пушки И Она Уже Понимает Что Если Значение Переменной Оружия Равно Единице То Она Убирает Пушки Если Ну Соответственно Оружие И так Уже Убрано Она Просто Скажет Орудие Убрано И Все Здесь По-моему То же самое Я сделал То есть Если У вас Уже Орудия Будут Готовы Она Просто Скажет К бою Готово Вместо Того Чтобы Вновь Активировать Оружие То есть Вот Такая На самом деле Простенькая Программа Ничего Прям Сверх Естественного В ней Нету Разобраться С ней Элементарно Просто И Если вы Захотите Вы сможете Любые Другие Комбинации Сами Применять Можете Даже Не Использовать Голосовые Записи Которые Допустим Мы с сестрой Делали Можете Использовать Как я Сказал Только Обычные Такие Как Сказать Просто Сказать И Все Можете К примеру По Какой-то Комбинации Допустим Делать Вруби Музыку Образно Говоря Записывайте Вруби Музыку И Она Открывает Открыть Веб Запрос По-моему Да Веб Запрос Она Откроет Сайт Допустим Кидаете Ссылку На Плейлист Ютуба Пишите Здесь Вруби Музыку И Все И Она Будет Включать Музыку С того Плейлиста Который Вы Сюда Забьете Можете Сделать К примеру Блок Случайного Действия Забить Кучу Ссылок На Разные Допустим Плейлисты Музыки И Она Будет Рандомно Включать Какой-то Плейлист Кстати Удобная Штука Надо Будет Так Сделать Ну Ладно Последнее О чем Я хотел Рассказать Это О том Как раз Таки Как Скинуть Мои Настройки Из Игры К себе Для Этого Я В Описание Разумеется Прикреплю Еще Один Архив Это Он Будет Называться Bindings Просто Открываете Его Копируете Вот Эту Папку И Вставляете Ее По Пути Пользователя Соответственно Свой Логин Компьютера Аппликация Дата Local Frontier Developments Или Dangerous Options И Здесь Будет Как раз Таки Вот Эта Папка Bindings В которую Вы Спокойненько Это Все Закидываете И В игре У вас Уже Будет Настройки Моего Управления Да Возможно Там Настройки Графики Тоже Какие То Изменятся Я Просто Не знаю Точно Где Тут В Bindings Находится Пресет Именно Клавиш Может Пресет Настрой Графики Ну А Хотя Вот Наверное Настройки Графики Здесь Тоже Скорее Сего Bindings Будет Отвечать Именно За Пресет Настроек Клавиатуры Ну Или Каких То Других Так Что Пользуйтесь На здоровье Надеюсь Вам Понравилось Это Видео Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Колокольчики Чтобы Не пропускать Новые И И Играйте Ребят Только В Хорошей И Всем Удачи